ну помимо работы кулинарные дни у меня происходят и дома сегодня суббота выходной день я люблю подготовить чисто так знаете для души я метнулся уже на базар сутрица купил щавеля и щавеля кому как больше нравится и буду готовить щавелевый суп также известный как под названием зеленый борщ но я в отличие от других добавляю свой супчик морковь и картофель картофель и морковь я отдельно отвариваю потому что я суп люблю загущать я взял 50 грамм сливочного масла и обжарил на нем и обжарил на нем 80 грамм муки сейчас все эти комочки разобью бульон у меня уже остывший он холодный если бы он был мне еще горячий то я бы это сделал либо при помощи белого вина либо просто воды в этот суп я добавлю в конце укроп я беру обычно пропорции стандартный для 4 литровой кастрюли немного картофеля это грамм 300 пару морковинок небольших два пучка свежего шпината я его очень хорошо мою в трех водах скажем так три раза его промываю щавель точно также и два пучка щавель в общей сложности бывает что мука сопротивляется не хочет хорошо разойтись и для этого я применяю погружной блендер поэтому я и картофель отвариваю отдельно сейчас когда бульон уже немного загущен здесь нужно за ним присматривать чтобы он не пригорел из этих целей конечно желательно чтобы отварить картофель морковь отдельно особо смотреть не нужно сварились они в бульоне все сейчас всю эту массу я отправлю сюда да и в конце я добавлю 4 куриных яйца и готовлю я очень просто ставлю в сотейник на шестерочку это 200 градусов если так примерно если как будто жаришь мясо заливаю сразу кипяченую горячую воду 10 минут яйца готовы почистил порезал готовы и многие называют многие говорят про яйца то есть у курицы яйца яички многие называют почему-то говорят яички это неправильно яички этого мужчин но если кто-то хвалится и говорит что кокосовые орехи отдыхают то посадите его либо в прорубь либо отправьте его на хазибирин отправьте его в сибирь и тогда ему будет сына за свои лесные орешки ну вот как то так сейчас бульон у меня закипит я проварю его буквально две минуты и отправлю картофель с морковью сюда и сразу же отправлю и щавель со шпинатом все процесс пошел отправляю овощи и теперь щавель со шпинатом на первый вид кажется что это слишком много а на самом деле сейчас шпинат щавелем осядет и будет самый раз вот то что появляется бура серым это как раз и щавель уже можно пробовать на соли си соли не хватает просто досолить все друзья мы подходим заключительной фазе я отправляю в укроп отправляю правильно яйца они лесные орешки я отправляю мясо с беконом да если вам нужно подробный рецепт то он правда без загущения но основу я вам рассказал как загустить хотите можете сделать с загущением хотите без рецепт будет под видео здесь кастрюля на 4 литра вот так вот я вам вкратце рассказал за три минуты как приготовить щавелевый суп